С нами на связи Андрей Новок, финансово-экономический эксперт. Андрей, рады видеть в эфире телеканала Freedom. Да, здравствуйте. Андрей, тут возникает вопрос, насколько сложно странам Запада бороться именно с такими схемами, когда физические лица или же предприниматели организовывают определенные схемы, которые используются для того, чтобы поставлять в ту же Российскую Федерацию какую-то технику или двойного назначения, какую-то микроэлектронику со стороны тех государств, в частности от КНДР или же Китайской Народной Республики, которые готовы Путина, по сути, поддерживать вот этой войне против Украины? Безусловно, при сегодняшнем очень высоком уровне технологий контроля, в том числе на границе, все сложнее и сложнее что-то делать нелегально, по-черному и даже по-серому. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что в таких больших сделках, когда речь идет о больших объемах поставок товаров, тем более военных товаров, задействовано очень большое количество людей. Посредники, те, кто исполняют, те, кто подписывают, те, кто договариваются, торги и так далее. То есть рано или поздно кто-то или умышленно сдает, или точнее продает информацию спецслужбам каких-то стран, или недоволен чем-то и, соответственно, тоже сдает информацию. То есть рано или поздно, когда задействовано такое большое количество людей, информация все равно всплывает. Хочу напомнить, что именно против обхода санкций были направлены два последних пакета международных санкций против России, как раз против стран и компаний, которые помогали по разным схемам, по разным вариантам обходить ранее принятые санкции. Больше всего в последних пакетах внимания было так называемому черному и серому флоту, по которому направлялись и нефтепродукты, и газ, и вооружение в том числе. Но, опять повторяю, рано или поздно информация всплывает. Именно так работают спецслужбы и через свою агентуру, и через подкуп людей, которые задействованы в разных процессах, в том числе в процессах поставки вооружений. Именно поэтому уже сейчас Северной Кореи в данном случае уже невозможно как-то опровергать или говорить, что она ничего не делает, если уже даже идет речь о конкретных объемах. Например, как в вашем сюжете, миллион снарядов определенного вида. Если уже речь идет о передаче каких-то особых видов вооружения, которые в Северной Корее сейчас больше, чем в самой России, то это уже говорит о чем? Говорит о том, что уже есть конкретная информация о конкретных объемах и видах вооружений, которые поставляет одна страна другой стране. То есть информация уже всплыла, и сейчас только такой техническо-юридический-физический вопрос как можно большего уменьшения возможностей любых стран, которые поддерживают Россию, поставлять ей то вооружение, которое она хочет, которого она требует на сегодняшний день. То есть история Северной Кореи уже всем понятна, и тот вес, в который в действиях Северной Кореи играет Китай, а Китай — это фактически реальный старший брат, сестра и отец, и мать для Северной Кореи, слово и действия китайского руководства могут наиболее эффективными быть санкциями. Именно об этом последние месяцы ведут переговоры с китайской властью западные политики, европейские и американцы, именно о том, чтобы Китай прекратил сам поставлять комплектующие для вооружений, для российской армии и подействовал на поставки Северной Кореи вооружений для России. Я думаю, что этот вопрос все-таки закрыт в положительную сторону для Украины. То есть Китай понимает, что для него рынок Европейского Союза, Соединенных Штатов, Канады намного более важен, вообще не сопоставим с все более меньшим и меньшим рынком России, все меньшей и меньшей платежеспособностью России. Я уже не говорю о роли экономики Северной Кореи для Китая, это роль там смехотворная просто. В отличие от, например, Южной Кореи, очень многие компании, которые разместили свои огромные производственные мощности в Китае, это и Samsung, это и Kia, Hyundai, только известные компании, они разместили очень большую часть своего производства именно на территории Китая. Поэтому даже если сравнивать важность и долю в экономике Северной Кореи для Китая, это тоже несопоставимо. То есть сотрудничество с Южной Кореей для Китая несопоставимо более важно, чем с Северной Кореей. Поэтому, учитывая вот эти, прежде всего, экономические интересы, экономические факторы, а они самые важные в том, что называется реальная политика, можно прогнозировать, что всё-таки Китай прислушался уже к таким наставлениям очень твёрдым и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны Европы, во многом уже ультимативные, или вы работаете с Россией, или вы работаете с нами. И, конечно, мудрое руководство Китая по-философски понимает, что вес Европы, Америки, Канады, Британии, Японии, той же Южной Кореи для их экономики в десятки раз более важен и более объёмен, чем вес российской экономики вместе со смехотворной экономикой Северной Кореи. Андрей, а давайте как раз поговорим о том, как же, знаете, влиять на эту торговлю, поскольку есть факты, которые, по сути, задокументированы. Так Россия поставляет нефть напрямую в Северную Корею, игнорируя санкции Организации Объединённых Наций. В обмен на нефть Кремль получает оружие, об этом пишет Financial Times. Так спутниковые снимки показали, что по меньшей мере пять северокорейских танкеров в марте зашли в восточный порт на российском Дальнем Востоке для получения нефтепродуктов. Бывший сопредседатель группы ООН по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи Хьюг Гриффитс уже заявил, что эти поставки нефти являются прямым нападением на санкционный режим, который сейчас оказался на грани краха. По словам Гриффитса, это очевидная бартерная сделка, в которой нефть, по сути, меняет на оружие. Поставки происходят после того, как Северная Корея с августа прошлого года стала поставлять в Россию контейнеры с боеприпасами. Андрей, а как тут найти управу? Или реально, вот мы сейчас смотрим на Организации Объединенных Наций, резолюции, хотя сложно говорить о какой-то эффективности санкций или же ограничений, или же резолюций, принятых на разных уровнях Организации Объединенных Наций, когда Россия сама призывает придерживаться определенных положений, но в то же время сама игнорирует те же резолюции, которые принимались на уровне ООН. Как тут действовать, как противоставить что-то вот таким бартерным сделкам? Бартер, он сам по себе более тяжело фиксируется по системе оплаты, если особенно там вообще ничего нет, движение денег или они там минимальные. Но не надо сейчас, безусловно, переоценивать сотрудничество России и Северной Кореи. Северная Корея получает от России не только по бартеру топлива, а я уверен, и зерно, поскольку, вы знаете, экономическое состояние в Северной Корее такое, что большинство их граждан работают фактически за протпоек. И с этим у них тоже большие проблемы. Ну это, кто помнит, это последние годы даже Советского Союза. Даже я, когда занимался спортом, нам выдавали на соревнованиях не деньги на пропитание, а талоны, по которым мы могли обменять определенное количество продуктов питания. Ну, в столовой просто поесть на соревнованиях. Ситуация в Северной Корее сейчас намного хуже, поэтому они рады хотя бы по бартеру отправлять то, что у них накопилось в больших объемах, а это именно оружие в обмен на продовольствие и на топливо. То есть это такая экономика условная очень самого низкого уровня, который только можно себе представить. Но любое вооружение, любое количество снарядов, которые поставляются России с любой стороны, это потом идет все на войну, на фронт и летит в сторону украинских военных, украинских мирных городов, объектов инфраструктуры. То есть это все, безусловно, ухудшает ситуацию на фронте и в общем войне России против Украины. Но должны мы также понимать, что если уже даже исчерпываются сами российские запасы, которые они делали, наверное, последние 30 лет, в том числе скупая все и в Украине, и в Казахстане, и во многих постсоветских республиках. Если уже у них запасы исчерпываются, то мы должны понимать, что запасов у самой Северной Кореи на порядок или на два порядка меньше. Поэтому чем могут они сейчас по бартеру с Россией, обмениваются в обмен на то, чтобы иметь пропитание и топливо. Но я уверен, что долго и много еще Северная Корея поставлять России не сможет, поскольку нет соответствующих объемов, как производства, так и запасов. Поэтому сейчас, если еще добавятся международные санкции жесткие, еще более жесткие, если раскроются хотя бы несколько схем обходов эти санкции, это еще дополнительный плюс для уменьшения возможности России вооружаться за счет кого-то. Вот сейчас, например, ситуация в Иране. Очень интересная смена власти, к чему она приведет. И я думаю, что эта ситуация как минимум сейчас серьезно уменьшит поставки того вооружения, которое Иран поставлял России, прежде всего знаменитых шахедов, которые делают очень много беды в Украине. То же самое, похоже, будет и Северной Кореи. То есть запасы исчерпываются. Я так прогнозирую, я, конечно, не военный эксперт, но по логике и по тех объемам, которые я видел и читаю, и тенденции вижу, Северная Корея сможет чем-то помогать России еще максимум полгода. Ну а дальше она же тоже не может остаться вообще без ничего, когда чуть ли не главная статья ихней внешней политики – это якобы сдерживание и якобы противостояние с Южной Кореей. То есть они тоже не могут остаться не без ничего. Поэтому возможности поставок Северной Кореи в России уже очень ограничены, они будут временны, но любая ихняя помощь, как и любой другой стране, для Украины нехорошо, но хорошо, что Украине возобновили поставки уже современного вооружения, намного более точного, намного более разрушительного. Ну и уже, я так понимаю, практически снимаются уже последние какие-то ограничения по использованию этого западного оружия вооруженными силами Украины. То есть общая тенденция идет к чему? У России и ее помощников, так называемых, вооружений все меньше и меньше, прежде всего благодаря очень эффективным действиям вооруженных сил Украины. А у вооруженных сил Украины, наоборот, вооружения и поставок оружия все больше и больше. Мы бы хотели, конечно, еще больше и еще быстрее, но общая тенденция, то есть два графика условных состояния вооружения и самой армии России и состояния вооружения и армии Украины, вот эти два графика говорят, что у России все идет вниз, а у нас все идет вверх. И это хороший знак, это говорит о том, что рано или поздно графики пересекаются, и место пересечения этих графиков, это военно-политическая победа Украины и, соответственно, разгромное военно-политическое поражение России. Андрей, спасибо вам за разговор, за то, что присоединились к нашему эфиру. Андрей Новак, финансово-экономический эксперт, был с нами на прямой связи.